МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, добрый вечер. В эфире телекомпания Город. Программа подробностей. В следующем году Рязанский областной клинический кардиологический диспансер отметит почтенную круглую дату – 50 лет. Поскольку 2015-й в России объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы пригласили в студию Дмитрия Романовича Ракиту. Задача основная кардиологического диспансера – это методическое руководство кардиологами в межрегиональных сосудистых центрах и в районных больницах. Готовят, так сказать, контингент для осмотра нашими коллегами из федеральных центров. Потому что на постоянной основе к нам приезжают бригады московских коллег, которые отбирают и на операции на сердце, и на те виды вмешательств, которые, скажем, мы не выполняем. Более того, вот сейчас, сравнительно недавно, принято решение и выделена сумма, и на целый ряд специализированной помощи, в частности, на коронарографию, наши жители Рязани могут быть направлены в федеральные центры Пензы Москвы. Затем очень большую работу мы проводим в плане профилактики. Хочется узнать поподробнее, как это происходит. Вы куда-то обращаетесь? Сами приходите, да? Здесь мы сотрудничаем с Рязанским государственным медицинским университетом. Здесь мы сотрудничаем со средствами массовой информации. У нас со всеми, так сказать, изданиями и телевизионными компаниями есть, так сказать, контакты, есть планы работы. Мне кажется, пока не случится, никто вас особенно не слушает. Есть такой момент? К сожалению, вы правы, но, тем не менее, мы Америки не открываем. Мы идем по стопам наших коллег с рубежом, и надо сказать, что именно вот эта работа, она наиболее эффективна. Она не требует таких больших затрат, как высокотехнологичная помощь. И в то же время, даже если нас из тысячи человек 10-20 человек услышат, это постепенно количество будет прирастать, и здоровый образ жизни будут вести больше людей. Нам просто меньше потребуется работать и лечить непосредственно. А вторичная профилактика, вот она сегодня более востребована, это профилактика осложнений и обострений у лиц, которые уже страдают заболеваниями. Ну, эти, понятное дело... А какие-то тенденции сейчас прослеживаются? Потому что врачи всех направлений, они каждый говорят о своем, что экология, питание, образ жизни, ненормированный день – все сказывается на чем-то конкретном. Есть много общего в факторах риска. Скажем, курение является фактором риска и для развития онкологических заболеваний, для развития, скажем, заболеваний ротовой полости и для развития гипертонии, и шимической болезни сердца. Но вся беда, к сожалению, в том, что пациент хочет все и сразу. Как вы с этим боретесь? Потому что есть определенные правила. Нужно собрать какие-то документы, нужно пройти какое-то обследование до того, как ты обращаешься к конкретному специалисту. Чаще всего мы имеем дело с чем? Приезжает человек из района и хочет за один день пройти все полностью обследование, и чтобы это как можно быстрее совершилось, чтобы он к вечеру был дома. Ну, это в ряде случаев совершенно невозможно. Я просто хочу привести один пример. Когда из Мурмина приехала дама, вот она за один день прошла консультацию кардиолога, консультацию сосудистого хирурга, ей сделали УЗИ сосудов нижней конечности, сосудов УЗИ аорта и ультразвуковое исследование сердца. Ну, понятно, что электрокардиограмма, она вечером приходит в 5 часов ко мне в кабинет и начинает скандалить, что вот она тут целый день провела. На что мне только оставалось руками развести и объяснить ей, что то обследование, которое она сумела благодаря своей напористости пройти за один день, вообще это проходит минимум за неделю-10 дней. Это в лучшем случае. С одной стороны, нужно вот это все людям разъяснять. Видимо, и не только нам, но и местным, так сказать, властям на местах. Для этого наверняка вы проводите какие-то акции многочисленные. Да, конечно. И вот мы уже который год участвуем в поезде здоровья. Это как раз мера, которая призвана смягчить вот эти вот трения, когда бригада врачей, и не только врачей, но и юристов, социальных работников, выезжает на место, там собирают людей, которые маломобильные. Мы в этом году предприняли такую форму работы, как субботние диспансерные дни. Или диспансерный суббот, как мы их называем. Вот, когда мы договаривались с районами, значит, нам привозили вот этих вот людей, и мы, соответственно, заранее знали контингент, который к нам приедет, чем они страдают. Те специалисты, которые нужны, те приборы, которые нужны для обследования, были, значит, на готове, и без всякой суеты очень спокойно все это проходило. И у нас появилась такая форма работы, как консультации в режиме онлайн со всеми сосудистыми центрами. То есть вы всегда в курсе обстановки? Мы абсолютно в курсе обстановки. То есть у нас население плохо знает первые симптомы, как инсультов. А благодаря интернету оно их еще и путает все время. Так и инфарктов. И мы сейчас очень большую работу в этой плоскости проводим тоже. Благодаря вот всех усилий наших сосудистых центров, нашего министерства здравоохранения регионального отдела его высоких технологий первичной помощи, я должен сказать, что вот этими общими усилиями мы в этом году очень сильно подвинулись вперед. И по снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний мы сегодня занимаем второе место в Центральном федеральном обруге после Москвы. Мне кажется, медицина – это бездонная тема. В 10 минут точно не уложиться. Абсолютно, да. Давайте немножко сменим русло нашей беседы. У вас скоро личный юбилей. Пользуясь случаем, не могу не спросить, с какими мыслями вы к нему подходите. Вот что сейчас вспоминается? Я вообще, откровенно говоря, трудоголик. Причем я из медицинской семьи, причем в нескольких поколениях. Вот, поэтому никем себя не представлял, кроме врача. У меня достаточно много учеников. Вот, у меня сейчас 16 защищенных кандидатов наук и на подходе к защите двое докторантов. Поэтому это вот достаточно большой кусок моей жизни. То первый мой такой организационный опыт, он был по приглашению Тамары Санны Пигиловой. Тогда она была руководителем нашего управления Центрального банка Российской Федерации. Я там, значит, организовывал работу медико-санитарной части, 10 лет совмещал. Тоже много, так сказать, мне дало в то время, потому что нужно было на передовых позициях быть. Это современные аппаратуры изучали. Скажите честно, страшно быть доктором в том смысле, что вы очень много знаете о своем здоровье. И какая-то, наверное, мания отчасти появляется, потому что каждый симптом расцениваешь двояко, как пациент и как доктор. Ну, откровенно говоря, да. Чем больше, знаешь, тем страшнее. Вот, но, откровенно говоря, я не очень сам люблю и обследоваться, и лечиться. Ну, хотя быть честно, за это спасибо. Да, да, да. Меня, моя жена, она тоже врач у меня, вот, и теперь уже сын со снохой меня, так сказать, на это дело заставляет, потому что мне вечно некогда, вечно я что-то занят. Вот, но так, за мной есть кому следить, поэтому все-таки и у доктора он, вот тот лозунг, что врач исцели себя сам. Ну, он был актуален в то время, когда врачей было очень мало, и он был один на много-много, так сказать, эквиверсты, километров вокруг. Сейчас нас окружают коллеги, поэтому, как бы, лучше собой самому не заниматься, а в какие-то надежные руки себя предоставить, что я, в общем-то, и делаю. Давайте пожелаем того же самого телезрителям, чтобы было кому о нас позаботиться. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова